Охота на быков и так, можно сказать, одна из самых опасных в игре, насколько это возможно. И да, это одна из причин, почему я люблю на них охотиться. А вторая причина, это их размер, конечно же. Приятные ощущения испытываешь, когда этот гигант падает. Думаю, что не только у меня так. Этот ролик вышел благодаря идее еще одного спонсора канала. Да, идея скромная, просто поохотится на Австралии, но я также заметил, что на Австралии я как раз очень давно не охотился. Это самый новый заказник в игре на данный момент. И я на него еще не успел потратить много времени. А вот как раз и идейка подъехала. Я решил не просто поохотиться, а сделать охоту посложнее. Поэтому быков мы будем брать с арбалетов. Почему мы? А потому что я сегодня опять не один, а с модератором нашего дискорд канала, на который вы еще почему-то не подписаны. Ссылка, как всегда, в описании. Короче, было весело, иногда непонятно, а иногда страшно. Погнали! Охренеть, недорогие, слушай, 1200. Они слишком дорогие. У меня сейчас стадо тут. Но оно прям за ветром, я не подойду близко. 80 метров. Ну, на 60 метров, если подойду. Не, не подойду, уже предупреждаю. Я, получается, как-то ближе к тебе приеду. 500 метров, может, больше останется. Я уже сойду и пешком буду идти примерно к тебе. Чтобы не спугнуть никого там. Ну, можешь, да. Не играл в классик вообще. Ну, знаешь, игра типа такая старенькая, но затягивает. Что-то есть в свою. Не знаю. Wild the Hunter тоже вроде симулятора, вроде и ракады, потому что, ну, я не знаю. Не, не, Wild the Hunter это симулятор уже. Вот, ну, все равно по сравнению. Когда играешь в Wild the Hunter, кто там, как-то нет той атмосферы. Знаешь, как здесь. Тут графика более старая, чем там. Но общий вид как-то поприятнее все равно. Ну, да, да. Там хоть, ну, тут карты маленькие, но они ощущаются масштабно. А там, наоборот, большие, но они ощущаются маленькими. Да, тебе так ощущается? Да, я не знаю почему. А, 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 не, мне ни хрена так не ощущают. Большие карты. Не, ну, конечно, но я не знаю, тут как-то масштабнее они выглядят, что-то такое. Больше всякой растительности, больше мест, всякие интересных. Какой-то твой самый любимый вот заказник. Хершвелин. Да. Он более как-то проработанный из остальных. Ну, да. Понимаешь, мы с шатуном разговаривали, типа, что вот когда игра выходила, они вложили в этот заказник, знаешь, на первый заказник, всю душу и любовь, знаешь, вот в этот заказник. Дальше уже начали пилить, длс, пилить, 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 что, да, что-то, 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 знаешь. Ну, я могу правую взять, либо левую, как хочешь. Не, левая ближе к тебе. Ну, насчет три будем стрелять, давай. Только надо, чтобы они встали. Ну, да, надо, чтобы они встали. То есть, сейчас... Сейчас, подожди. Смотри, знаешь, чтобы они встали, нам надо потихонечку подходить ближе, ближе, ближе. Понял. Когда они встанут, надо стрелять. Так, ну, я пристрелку тогда сорок метров поставлю. Ну, став сорок, я ставлю, не знаю, сколько, двадцать. Ладно, пошли. Потихоньку идем, как только встанут, стреляем. Надо, чтобы две встали. Ну, они еще лежат, если они встанут, они будут жопами к нам, знаешь, я бы свистнул. Они встали бы, у нас было бы какие-то секунды сделать выстрел. Но, они же прям близко к левой. А, ты тоже. Справа кто-то топает. Ой, ко мне самка пришла. Фстрелай, ну да. Давай, у этих, этих, стали, стали, бегут. На ходу дал. На ходу в жопу дал. Это, это еще мужик, господи. В том смысле, что? В смысле, мужик. Ну, типа, самец. Самец. Мужик. Подожди. Тихо. Брачный зов, они не слышат. Слушай, 50 метров, они не слышат. Походу, это опять глухая единичка. Ну да. 50 метров вижу. А вот самец, четверочка на 60 метров. О, предупреждение. Да. Попробую дать на 60. Убегает. Дал? Успел? Дал, да. Я попал в рот. В рот попал опять. Погоди, самочка спокойная. Стой, стой. Ну-ка, давай, давай, забирай кого-то. Ты кого забираешься? Моя цель. Я сам очку, которого подсветил. Все, взял, я выстрелил, не знаю какую. Право бери. Все, моя упала. Хорошо, я не стал стрелять даже. А, да. Я, короче, попал в позвоночник, пробил его, попал куда? Это печенка, наверное. И плюсом легкое пробил. Господи. Короче, все-таки я попал ему выше, чем нижняя челюсть, поэтому повредил череп. Обидно, так как. Да. Ну, это золото должно быть, но так бриллиант. Ладно. Ладно, пошли налево. Как я сказал в начале ролика, в эту идею для видео подогнал один из спонсоров канала. Поэтому, если хотите поучаствовать в голосованиях или предложить свою идею, то буду рад, если поддержите меня и мой канал, оформив спонсорство за чисто символическую цену. Вы сможете получать доступ к видео раньше других, видеть скрытые сообщения, которые доступны только спонсоров канала и еще некоторые сладости. Спасибо всем за поддержку, а мы продолжаем. Я как-то одного стримера или блогера по этой игре нашел. Так у него под каждым роликом по 400 лям просмотров. 400 тысяч лям, 400 тысяч лям, 700 тысяч. Я думаю, где, сколько людей, которые играют в эту игру вообще. А оказывается, да, в СНГ мало, относительно да мало. А там прям дохренища. Так, а кровопотеря идет вообще, не вижу. Да, да, низкая, низкая, 25 уже, 25-50. Посмотрим. Интересно, вот в реальности все, вижу ее, прикинь, я и увидел, потому что стрела на ней мигает. Вот это стрела, который, значит, я взял все-таки, да. Да, я люблю эти стрелы. Так, все, я собаке даю команду лежать. Упало, все, добил. Отлично. Там еще бантек убегает еще один. Но вот это очень круто. Ты знаешь, а когда ночью, я охотился ночью с лукой, вот эти мигающие стрелы. Это ты стреляешь и видишь, куда животное бежит сквозь кусты. Короче, оно мигает, понял? Это очень классно смотрится. Она светится, как гирлянда светится на животном, да. Это стрела с светодиодом таким. Ну, слушай, это классно. Первый выстрел на позвонок. Позвонок попал? Да, вторым выстрел в желудок добил. Ну, вообще, как-нибудь, короче. Просто-просто вот добыл, и все. Не знаю, что-то охота играю. А начну я бы пошел. Но это уже как-нибудь другой раз. Можно пойти, и опять же взять эти луки, и эти стрелы, которые светятся, понял? У тебя есть они? Да, да, да. Я сейчас не имею. У тебя не светится тоже? Ну, да. Красный твой. Ага. И на луки, по-моему, тоже я их всегда беру. Я не беру обычные, я не знаю. Я тоже беру шевели. Мне они нравятся. А на ночной охоте ты что выручают? Ты прям видишь, видишь. Ладно, зомбарка нам не надо. Видишь животного в темноте, понял, типа. Ну да, это очень выручает, классно. Так, они идут на нас? Они на нас идут потихоньку. Да, спокойные еще дают. Да, отлично, можно подождать. Ты идешь сюда где-то? Вот смотри, у меня шикарная мастеровка. Ты просто, я не знаю, ну, видно тебя очень хорошо, типа. О, у меня как. Где ты? Я тебя не вижу. Подожди, подожди, тут еще должны быть внимательны. Все, он возвращается. Вот еще, смотри, видишь. Да. Самочка. Вот еще самка. Вот. Вот это прям близко к тебе. Ну. Да, близко. Хочется самца взять. А их тут два должно быть самца. А ну ждем, пока ждем. Сиди, сиди в кустах. Пусть идут. Он еще, ну, блин, там идет. Смотри. Да. Хорошо. 70 метров. Самец внимательный. 60 метров прошло. Я сам сам могу забирать уже. Давай. Раз, два, три. Стой, я не могу. Не можешь. Попал? Я попал вроде. Ну, плохо, мне кажется. Так, ну, меня самка убивает, но я плохо попал опять. Я вижу в прилу, как она в позвоночнике у него просто. О, самец. Можешь попасть? Он бежит на меня, или еще. Да что такое? То ниже, то выше. Аккуратно. Все, он уходил сейчас. Я не могу, я не мочит. Охренеть. А как это работает? Почему он не падает? Почему он не падает? Все. А я в него три стрелы дал. И все мимо. Понял, все херово. Я не знаю. Первый выстрел. Слушай, первый выстрел в ногу. Смотри, дистанция 71 метр. А мне показывала 60 метров. Каким образом это так работает? Вот так. Потом хост. Я попал в хвост. И потом еще раз хвост. Два раза в хвост попал. Ты не пробил стреляешь? Ты проставляешь и сказать. Ну, я типа... Короче, стрелял так, что оно попадало в хвост постоянно. А, я понял, примерно как. Короче, это золотой был бы... Ну, я взял за серебро. Ужас, ужас. Это, знаешь, это ролик, как будто ролик фейла. Я тебе говорю. В позвоночник. Я уже третий или четвертый раз за сегодня попадаю в позвоночник. У меня это начинает бесить. Я тоже, я тебе говорю, тоже позвоночник, хвост, нога. Только не в легкой. 80 метров. Ну, можно рискнуть. Давай ближе немножечки и попробуем рискнуть. На 60 я бы подошел и все, у меня хватает. Да, да, да. Я на 70 подойду максимум. Так, не двигайся, не надо. Если 70, я немного выше надо будет брать. Да, да, да. 62 метра. Хорошо. Ну, моя 77, но я могу попробовать. Попробую. Хорошо, все, поехали. Так, погоди. Так, раз, два, три. Ай, в ногу попал. А я дал вроде хорошо. Я, 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 я. Надо было выше брать. я уже говорил выше на добрый да и я выше брал но я не задумал что надо брать именно на красную метку да да вот это же арбалет вот тебе арбалет я думал прям да у тебя смертельное ранение вижу а у меня что да у тебя смерти все она упал так а что с моей я хочу увидеть где моя если там маленькое кровотечение ну то все я не пойду вот это выстрела понимаю чтобы так всегда попадать конечно все 9 метров и все равно стрела стрела полетела чуть чуть выше даже чем я хотел ну нормально коровка ну так как-то странно работает на привыкнуть просто но не то что странно это просто нам непривычно мы давно не стреляли просто лань да 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 так но я свою короче не попал вообще походу потому что у не нужно поэтому понятно да да все в принципе четко все спасибо за охоту нормально поиграли поржали да по парамаха вались больше чем попадали